всем привет не так давно я приобрел себе радиопетличный микрофон от компании боя и в этом видео я хотел бы показать вам его рассказать о нем и немного протестировать технические характеристики и тому подобное вы можете посмотреть в описании к микрофону на любом сайте на любом магазине там и так далее ссылочку где можно его приобрести посмотрите я оставлю в описании но я постараюсь найти более-менее недорогой вариант и оставить ссылочку в описании чтобы вам было проще так начнем с комплектации сейчас звук записывается на телефон если что и позже проверим как звук пишется на него в комплектации довольно таки все просто здесь вот такая вот сеточка куда можно уложить что-то мелкое либо то что может запутаться я вот например сюда все провода все остальное короче сюда складываю сюда я планирую потом в дальнейшем складывать батарейки с помощью которых работают данный микрофон об этом чуть позже в комплектации идут два вот таких вот петличных микрофона второй два вот таких вот обычных петличных микрофона недорогих их можно скорее всего менять на какие-нибудь более дорогие профессиональные всякие разные но это в принципе пишут неплохо далее идут переходники а вот этот переходник я приобретал отдельно для телефона а так идет стандартный 3,5 джек с реселлера вот такого вот на 3,5 джек для телефона то есть этот провод для подключения к телефону ну либо к экшн камере как я думаю этот переходник я покупал отдельно для подключения к телефону если у вас нет 3,5 джек разъема можно вот таким вот способом сюда вставили и сюда подключили надо чуть позже покажу как это все подключается работает вот дальше идет вот такой переходник это уже для подключения к камерам подключайте также к ресиверу к приемнику и к камере то есть ничего сложного такого нет далее идет еще но наушники это я уже сам добавил для того чтобы можно было подключать их также к ресиверу и прослушивать пишется ли у вас звук без всяких помех довольно таки удобно то далее идет вот такой вот аксессуар для крепления оборудования то есть передатчика либо приемника к чему-либо другому обычное крепление идет вот такое вот здесь обычная прищепка такая ее можно крутить по всякому как хотите и можно ее также снять и поменять на другое крепление здесь стрелочками показано в какую сторону нужно снимать просто берете нажимаете снимаете кладете у вас остается такого пустое место и сюда можно установить уже любой другой модуль и просто устанавливать все теперь вы можете купить с помощью такого штучки комплектации также еще идет утра вот защита от ветра который одевается на микрофон их идет в комплекте две одной просто где-то уже потерял она просто девается на микрофон сверху и все я использую пока без нее и потому что я снимаю в основном в помещении а с ней эта штучка трется одежду и создается посторонний шум который мне не нужен и далее комплектации самое большое это идет два передатчика вот таких здесь их можно отличить по надписям трансмиттер эти два идут с надписью трансмиттер передатчики а приемник идет с надписью receive вот такой давайте изучим сначала передатчик да и в названии ролика я думаю вы уже увидели название самой модели она вот прописана здесь снизу так изучим немного передатчик здесь сверху идет два входа для подключения микрофона то есть петлички и линейный вход обычно сверху также индикация которая показывает вам работает или не работает данный передатчик еще странно бывает то что немного подтупливает так скажем данный передатчик и приемник и для того чтобы он перестал это делать вам нужно просто открыть и закрыть помещение с батарейками и тогда перестает тупить и начинает все нормально работать для того чтобы понять работает он у вас или нет у вас есть сверху такая вот индикация которая мигает и дает вам понять то что данный передатчик работает далее разберемся что находится здесь сбоку здесь соответственно включение-выключение паэр это кнопка для подключения передатчика к приемнику вот этому вот дальше идет только вот меточка с антенкой это для того чтобы вы понимали где находится антенна и не закрывали эту область то есть если вы ее как перекроете закройте что-то здесь приложите с этой стороны то передача звука может быть некорректной либо вообще может пропасть что не хотелось бы ну так вот все просто подключается все тоже довольно таки понятно сюда втыкается микрофон передатчик вы цепляете куда вам удобно с помощью прищепки либо другого аксессуара и микрофон также на прищепочке цепляете туда куда вам удобно здесь ничего сложного такого нет также второй передатчик все то же самое и все аналогично первому и приемник приемник у нас выглядит также как и передатчик но немного отличается сверху у нас идут входы для линейного выхода и подключения наушников с помощью этого выхода у вас идет подключение для камеры с помощью такого переходника либо для подключения к смартфону с помощью переходника переходника вот такого здесь прям подписано все смартфон здесь нарисован смартфон а здесь соответственно нарисован микрофон для подключения уже к приемнику также можно переключать к через помощи вот такого переходника которым я пользуюсь здесь получается вы вставляете там где нарисован телефон переходник это вставляете вот сюда и включайте к телефону с помощью переходника либо от тихо-трисловый джек если телефон есть исполнить джек то отвечать через трисловый джек если нет то с помощью переходника на ваш телефон далее сбоку у нас получается так же кнопку включения выключения увеличение уменьшения громкости сигнала снизу также помещение для батареек батарейки идут мизинчиковые стандартные можно использовать аккумуляторные батарейки. В чем свой плюс? То есть что здесь идут именно батарейки отдельно. Вы можете взять с собой кучу батареек, также их в кейс вложить и носить с собой, что довольно-таки удобно. В отличие от аккумуляторных. Аккумуляторные передатчики, как правило, работают недолго, каких-то пару часов или пять часов максимум. А данный передатчик на батарейках, как заявляют, работает что-то там свыше 20 часов, по-моему. Но если даже они разрядились, вы можете поменять батарейки в любом магазине, взять, либо взять аккумуляторный, вставить аккумуляторный, и дальше будет работать долго-долго. Дальше здесь получается также значок антенки, который говорит о том, что здесь находится антенка, и ее не нужно перекрывать. Если вы перекроете эту область, то может перестать работать приемник у вас, и будет некорректно передаваться звук. И также индикация сверху о том, что у вас приемник работает, все хорошо. Сейчас он мигает, когда мы его подключим к телефону. Здесь на данном телефоне есть 3,5-джек, михотник нам не нужен, вставляем. Включаем телефон, камеру. У нас все работает. Далее включаем пик-датчик. Все, пик-датчик у нас начал работать, это говорит нам индикация обмигающая. А на приемнике у нас должна быть она постоянно включенная индикация, говорящая о том, что все работает, все записывается. Ну и также сюда во время записи можно подсоединить наушники, вот в этот вход, и прослушать, записывается ли у вас все без помех и каких-то посторонних шумов. Вот так вот все просто. А теперь перейдем к тестированию. Вы сами услышите, как он записывает звук. Либо можете посмотреть мое прошлое видео. В прошлое видео все записано полностью на эти микрофоны. Ссылочку на него я оставлю в описании, можете перейти, посмотреть, заценить. Поставите лайк также, и какой-нибудь комментарий написать будет вообще шикарно. Вот так вот звук записывается без микрофона. Пришел для вас записать, чтобы было более наглядно, а дальше уже будет видео записано с помощью микрофона. Вот так вот он записывает звук. Вот передатчик, петличка. Все очень просто подключается. Много места не занимает. Можно также спрятать это все под одежду, как-то замаскировать. Также довольно-таки удобная прищепка. Можно закрепить где угодно, на чем угодно там и так далее. Ну, я, как правило, просто передатчик прячу в карман, если записываю это дома. А если записывать где-то на природе, на улице, либо в офисе какой-то обстановки для интервью, так скажем, можно также зацепить за одежду спокойно и без всяких проблем. Вот. Сейчас покажу вам со стороны, как это все выглядит, запишу на телефон. На другой телефон. Звук также пишем сейчас с помощью этого телефона. Вот так вот это все выглядит со стороны. Подключено все к телефону с помощью переходника, потому что нету 3,5 джека. Здесь у нас подключены к приемнику... Сейчас свет выключу. Здесь у нас, получается, идет приемник. К нему подключен телефон. Вот он по кабелю через переходник, потому что нет 3,5 джека, еще раз повторюсь. Здесь у нас подключены наушники. Вот. Обычные наушники для того, чтобы понять, записывается ли звук корректно, без всяких помех или нет. Вот. Ну и все. Сам приемник закреплен с помощью прищепки вот так вот просто. Все довольно-таки просто, ничего сложного и очень удобно. Мне данный микрофон очень нравится. Я вам его советую к использованию, приобретению. Звук записываю довольно-таки хорошо. Работает, как говорят люди, до 50 метров и без всяких помех. То есть, чтобы стенки не было. Там, как показывают тесты, смотрел там обзоры, всякие так далее. Где-то, к примеру, до 40 метров без всяких проблем, без помех. А дальше уже, скорее всего, будут помехи. Так, мне его более чем достаточно. Никаких проводов лишних от телефона до меня нет. Звук записывается без всяких шумов посторонних. Очень четко слышно голос. На улице пробовал записывать посторонние шумы. Есть, но больше концентрация идет на ваш голос. То есть, ваш голос слышно лучше, чем окружающий шум. И это, наоборот, хорошо. Я не люблю, когда прям полностью отсекают шум, который там на улице. И остается только голос. Мне кажется, посторонний шум все-таки все равно нужен для такого эффекта присутствия, как так скажем. Ну, а так, в принципе, меня всем устраивает. Довольно-таки бюджетный микрофон среди своих конкурентов. Средняя стоимость, у которых там в районе 20 тысяч. Здесь я приобрел его в районе 10 тысяч. Можно приобрести его дешевле, можно приобрести дороже. Я его приобрел сразу с двумя передатчиками. Ну, для дальнейших, может, каких-то интервью. Либо нужно было дополнительно еще какой-то звук записывать. Вот. Поэтому я взял с двумя микрофонами. Вы можете взять с одним микрофоном. Он стоит гораздо дешевле и гораздо будет проще. Почему я взял именно с таким вот переходом через 3,5-джек, а не который подключается напрямую к телефону, там, и так далее. Это я взял для того, чтобы можно было подключать к разным устройствам, во-первых. И, может быть, к камере, там, видеокамере, фотокамере, там, какие-то видео записывать. И к другим телефонам, допустим, подключать более удобно. А если взять с переходником таким Type-C, либо 8-пиновым для айфона, то вы будете подключать только именно к одному устройству, к определенному типу. И все. А так можно подключать к любому другому устройству. Плюс, по-моему, именно такой вариант с 3,5-джеком, он стоит дешевле. Дешевле, но при этом более функциональный, на мой взгляд. Ну, а на этом, в принципе, все, что я хотел вам рассказать, показать, поделиться своим мнением, ссылочки в описании на данный микрофон. Также там можно посмотреть и описание к нему найду, где более-менее хорошо все описано. И также будет ссылочка внизу на мой предыдущий ролик, который полностью записан на этот микрофон. И если у вас появятся какие-то вопросы, то пишите в комментарии обязательно к видео. Я на них постараюсь вам на все ответить. На какие смогу, по крайней мере. Потому что данный микрофон я пользуюсь совсем недавно. И он очень простой. Там даже, в принципе, мне кажется, вопросов особо никаких не должно возникать. Ну, а на этом, в принципе, все. Всех с наступающим Новым Годом. Хорошего настроения. И здоровья вам. Много-много здоровья, ведь оно сейчас очень важно. Пока-пока. Много-много здоровья.